здравствуйте дорогие друзья так сегодня давайте поговорим о кашруте вообще давайте обратим внимание все что первое где где что упоминается в туре первый раз в этом корень всего но вообще первый запрет который появился в этом мире был связан с едой когда были созданы адам и хава всевышний показал от всех деревьев сада ешьте от этого не ешьте то есть кашрут был первым предписанием для человека он с ним не сильно справился после этого кашрутом работают дальше и бог который создал человека бог который создал мир он знает что кому кушать и для чего обратите внимание наше был величайшим в мире пророком но не был путешественником он всю жизнь провел на ближнем востоке причем в пустынях и посмотрите что он говорит тора устанавливает специальные признаки кошерности говорит только как какое для мира млекоплетающего она должна отрыгивать жвачку иметь раздвоенные копыта и при этом так сказать то есть откуда это мог знать маши откуда маши мог знать ни один персонаж библейской эпохи не не мог такого вычислить узнать из интернета причем мало того свинья выделяется в отдельную часть это единственный представитель земной фауны которые при наличии земных раздвоенных копыт не отрыгивая жвачку ну а откуда можно познать что такое не найдется на аляске там я знаю там в австралии еще где там как такое может быть устная тора пишет что причем учтите что это 3300 лет назад очень не было еще ничего не море откуда знали что в море не найдется такого этот или там новый континент не откроет мудрецы поясняют что бог вел втору скрытые знаки своего авторства и и ни один великий период первооткрыватель да не смог бы не осмелился бы квалифицировать так уверенно говорить о живой природе вот это будет так это так вот там вы ничего больше не найдете не откроете и так далее это вообще кашрутам очень интересно обратите внимание чтобы практике еврейской традиционной жизни такой наиглавнейшую роль играют три вещи обрезание это знак на теле суббота это знак на времени и кашрут это на столе а значит во всем доме без этих трех основ к сожалению возвращение к евреисту очень сложно человек если вырос в не еврейской его круга и решил вернуться к своим камням обычно начинают справлять субботу по мере возможности потому что сама суббота не сложно и перестараются перейти к определенному кашруту обычно это знаете как происходить сначала убирают свинину там потом кролика потом не знаю что тюленя потом кровь потом смешение молочного и так далее и тому подобное если кто-то скажет что этих правил очень много и человека нельзя требовать выполнения всех этих правил то могу сказать только одно что говорили мудрецы на протяжении веков еврейский народ выполнял эти правила и ни малейшие проблемы ни у кого не было вообще обратите внимание такое это важнейшая вещь повторное пережевывание пищи жвачка жвачных животных это говорил веленский гаонс величайший из величайших говорит на великое душевное превосходство получать удовольствие от того что есть у этих же у животных это качество очень развита из-за того что они отрыгивают жвачку что происходит они несколько раз разрывают снова снова в состоянии повторить они даже такие части пищи которые другие животные не могут они переваривают также у них есть четыре различных желудочка и отправить нити написано не похожи на этих животных они рады тому что имеют не еще что-то другого пока не переварят то что у них есть и не зря сказали наши мудрецы в трактате а вот кто богат тот-то рад своему делу все в людям мире вот если ты рад тому что еще ты вот и вот вот и есть богатый человек тот-то действительно радуется тому что имеет считается богатым человеком царь шлома сказал все дни бедного худы а том у кого хорошее сердце говорится он берут всегда то есть тут зависит не от количества денег в кармане от сердца еврейский гаон говорил что в этом стихе шлома называет бедным того кто не рад своей доли вот просто не рад сидит мурчит там что-то вечно недоволен там написано все дни этого человека худый однако тот у кого хорошее сердце еще раз рад тому что есть и радуется и понимает что все благо всевышнего кашрут это не просто прихоть бога кашрут это еще одна инструкция к тому как правильно управлять собой и своим организмом бархаве от слаха